Москва, Глэмор, Космик, Бьюти, Найн, Эмбасси, Ееееее! Буду в черный список отправлять. В ожидании мы некого мероприятия. И пока мы ждем, можем пообщаться. Как делишки? Стабильно переменчиво. Окей. Кажется, нам нужна вот такая кровать, ладно? Тебе идешь. Угу. Молодец. Красный бархат. Про ежовик гребенчатый вам расскажет Михаил Дишневский. Я не этномиколог, я энтомиколог. Здрасте. Нет, кот лижет яйца не от нечего делать, а потому что он находится в системе правил гигиены. Да? Да. Как мы выяснили, яйца главное не лижет как раз. А какой тебе толк нужен от ежовика гребенчатого? Что ты хочешь получить? Какой толк? Когда у тебя изначально нет толка, внутри тебя ты не в толке, то тебе толком ничего не будет особо. Только когда ты сам в толке, оно начинает тогда быть... все вокруг начинает быть толковым. Поэтому перед тем, как вообще что-либо принимать, употреблять, нужно сначала привести себя в порядок. Ну, если речь не идет о каких-то конкретных лекарствах, там, анальгин, а все, что касается такого вот грибного царства, может быть обратный эффект. Мою подругу не напрягает ли в телефоне я с ней? Почему я не с ней? Видимо, твою подругу напрягает. У меня ничего. Тяжелый у тебя там опыт со своей подругой, да, которая тебя проебывает, тебе мозга. Если тебя не напрягает, что вот, например, твоя подруга в телефоне, и она не будет напрягать. Тебя начинают подруги напрягать только лишь тогда, когда тебя что-то напрягает в них. Так просто никто, здрасте, просто никто, никого ты не будешь напрягать. Просто так. Это все как отражение. В общем, весь мир это все время немного искаженные, да, отражения, но они отражают тебя. Не для того, чтобы ты там исправился или еще что-то сделала, просто так вот случилась, так вот устроена реальность ее, механика, ее движок, что вот оно так отражает. Бесподобно, но в подобии. То есть оно подобие тебя, оно в основном, как момент отражения, становится бесподобным. Поэтому вот то, что ты кого-то напрягаешь, это как бы вот, можно обнаружить это в себе, как раз таки эти моменты. Если ты хочешь, чтобы оно ушло снаружи, чтобы оно тебя не колебало, перестань сам колебать его. Такое вот, знаешь, как вот управление, блядь, каким-то там самолетом. Ух, ёпты, ух ты, вот такой вот. Надо постоянно держать руки. На штурвале. Станешь ли умным? Кто станет умным? Кто станешь ли, это в смысле, станешь ли, то я стану ли умным? Но речь не обо мне. Стану ли я, надо меня спрашивать. Стану ли я умным? А кто тебе сказал, что ты глупый? Сам решил? Ну так ты сам это и сделал, что ты глупый. Как ты берешь и отменяешь сам. Узнай, кто тебе сказал, что ты глупый. Проследи эту цепочку логическую. Посмотри, откуда оно пришло. И там и убирай, а ежовик здесь при чем? Если сам себе назначил такое, то посмотри, по каким критериям и понятиям ты это сделал. Ты точно так же и отменяй это. Причем здесь ежовик. Не вслать самому себе повестку. Ну а как ты это сделаешь? Это очень большой и такой многомерный процесс, в котором создается вот это событие, что тебе повестку посылает. Ты так по-яблански не сможешь это отменить. Но тем не менее это сделал ты. И точно так же можешь это отменить. Ну, блядь, вот я в армии не был. Мне повестки слали везде. Отовсюду бегали за мной, догоняли меня, ловили. А я даже не убегал. Ну, так сложилось, видите, я в армии не был. Просто я понял, что это не мое, и все. Вот как-то так внутренне почувствовал. Не мое. И все. И не был. А должен был быть. Без напряга. Как ты отпустил, как во сне. Знаешь, дурной сон. Проснулся от этого, от этой идеи. Туда пойти и все. Что у тебя повестка-то? Не трогай говно. Оно не будет вонять. Поэтому не трогай повестку. Она тебя и не будет тобой овладевать. Любую повестку. Любую повестку дня. Тему. Что такое повестка? Это вот повесить на тебя тему. Какую-то тему повесить. Вешается на тебя тема, и ты начинаешь отождествляться с этой темой. И все. И она раскручивает твою реальность. Ты эту реальность сам создаешь. Любую. Все миры сам создаешь. И в них блуждаешь. Потом вот застреваешь, залипаешь в какой-то повестке. И вот эту повестку начинаешь просто... Она начинает использоваться тобой бессознательно. Как инструмент проявления твоей реальности. Поэтому повестка, о которой ты говоришь, это всего лишь метафора. Тех всех остальных повесток, в которых ты застрял. На этой повестке свет клином не сошелся. Оно как раз тебе напоминает о том, что ты зависишь от повесток. Без них ты не можешь. Избавишься от этой повестки, придет тебе другая. Не из военкомата, а откуда-то прилетит с работы. От жены, от мамы, от папы, от детей. От друзей. Просто на улице вляпаешься в какую-то хуйню. Это будет твоей повесткой. И она дальше будет создавать. Вот ты ее коснешься, начнешь с ней взаимодействовать. С этой повесткой. Я не говорю конкретно военной повесткой. О любой ситуации. Начнешь себя проявлять, доказывать, реализоваться в ней. И все. И вот так создается твоя реальность. Ты всю эту реальность сам создал. Очень самое манкое состояние нашего ума. Это перекладывается ответственностью. Все, что с тобой происходит в этой жизни. На кого-то другого. Первый – это дьявол. А дальше уже всякие вот эти вот правительства. Мама там виновата. Потом еще кто-то. Друзья. Жена, сука, изменила, предала. Еще чего-то там. Дети, блядь, неблагодарные. И вот так ты возишься в этой луже. Тухлый, блядь. И чего-то кого-то пытаешься все время обвинить. Найти виновных в том говне, в который сам насрал и сидишь в нем. Как найти свое? Я много раз об этом говорил. Начинаешь делать просто действие. Создаешь священное действие, которое не мотивировано целью. Оно мотивировано просто желанием эксперимента. Желанием взаимодействия с тем, что напротив. Не делание вот этого, того, что напротив своим противникам. А принятием того, что напротив, как самого себя. Начинание не противостояния, а взаимодействия. Не войны с тем, что напротив. Ибо то, что напротив есть ты, оно-ка, отражение. А взаимодействие с этим. И ты начинаешь, шагаешь туда, в это отражение, и не борешься с ним, а взаимодействуешь. И вот происходит этот процесс священный, который называется, как угодно можешь, кстати, назвать его, все в твоих руках, все эти паттерны в твоих руках, и ты можешь из них создавать названия, слова, фразы, понятия, убеждения. И с ними играть, как ребенок. Что там, Владимир, загружена ли ваша музыка, которую вы играете в ВКонтакте, и как группа ВКонтакте смотрит? Что-то там загружено, да, Епифания надо поискать. Есть альбомчик. Альбом прям там выложен, старый, 2006 года. Я надо его в Ютуб будет выложить, чуть-чуть мастернуть ее в Ютуб. А может, и не надо мастерить. Что-то тебя зациклило на том, что ты умный или глупый. Я тебе, по-моему, уже ответил. Давай. Переслушай ему ответ или, не знаю, что тебе там, возможно ли жить без образования. Как считаешь, так и возможно тебе жить. Вы чувствуете в себе вселенскую любовь? Я не понимаю вопрос. Какие разницы, что я чувствую? Зачем? В чем вопрос? Чувствую ли я так же, как ты, или что? Или что ты хочешь? Я не понимаю. Чем крута моя стрижка, тем, что не видно волос. Карапе. Как отношусь? Ну, как к такой встряске. Любая встряска и ощущения после нее, они такие благодатные. Вот именно ощущения. Поэтому рапе – это такая встряска. Активизация организма. То есть это какой-то такой wake up. Поэтому если тебе нужен такой вот встряска, можно и плеткой ебнуть себя, например. Или два пальца в розетку засунуть. Тоже. Такая же фантазия, как и все, что связано с различными оздоровительными методиками, типа там камбо, прижигание всяких ядами. Тоже самое. Такая микроэкзекуция, чтобы потом на фоне этого, когда тебе плохо, было тебе хорошо. А кто-то уже и прямо себе специально причиняет боль, потому что уже не ожидая, что будет после. Уже сам факт боли нравится людям. Поэтому рапе – это такое самоистязание, экзекуция микро. Что я думаю, что там люди дальше идут. Начинают себе там прокалывать что-то, закапывать себя в ямы, потом внюхивать и рапе одновременно, еще что-нибудь, опилки в уши сывать. Но мне нравится. Я иногда, типа, ну, играю в это. Как бы, чего мы хотим от этого, от рапе? Что, стать лучше, выздороветь? Я предпочитаю немесил, например, пить, чтобы было лучше себя почувствовать. Вот конкретно, если сравнивать рапе и немесил, то я предпочитаю немесил, он мне больше нравится. Так, я жестко, а рапе? Раньше играл бы во все эти игры. Что лучше? Рапе. Мы нанюхались этого всего уже за всю жизнь. Хватит. Девушка хочет айфон на 8 марта. Ну, что хочет? Много хочет. Все девушки хотят что-то. Давай, по идее, мы всем. Если ты считаешь ее своей девушкой, то придется тебе, блядь, раскошелиться. Потому что вот это вот присвоение, моя девушка, влечет за собой тяжелые всякие последствия. Будешь получать от нее пизды регулярно и всякие там заказы на айфон и еще на что-то. Если недостаточно просто того, что ты есть, то тебе пизда. Вернется ли состояние при прекращении микродозинга? Да, все вернется. Если ты так себе придумал, то оно так и вернется. Ты весь этот мир создаешь, включая все то, что ты воспринимаешь. Это такая сила восприятия. Вот как себе установил, как вот придумал, так оно и будет. Придумал, что микродозинга тебе помогает, он-то тебе помогает. Придумал, что ты закончишь, и все, и закончится, и так и будет. Или наоборот. Ну, попробуй, что-то поисследуй. Прекрати и посмотри. Может, нет, я не знаю, у всех по-разному. Как стать шаманом-королем? Никак. Ты всегда будешь кусочком говна на туалетной бумаге, которой вытерся Бог и спустил в унитаз. Всегда останешься вот с этими мыслями и вопросами. Ты всегда будешь этим маленьким кусочком говна. Вот эти желания быть королем, они сразу автоматически переводят тебя в качество куска говна. И ты будешь всегда к этому приходить. Всегда будешь это зеркало, в котором будет отражаться, эта кучка или кусочек вот этого вонючего говна, будешь все время видеть. Все время к этому зеркалу тебя будет приводить жизнь. Ребятки, теория упоротая обезьянная. Блядь, ну что вы? Только что проснулись, что ли? Теория, она 60-х годов. Почему я не слышал о ней? Ну, только я термосомокена никак не... Что? Не возражался термосомокена. Термосомокена. Я термосомокена не воспринимаю серьезно. Ну, может быть, если постараться, можно и серьезно его воспринимать. Просто мне неинтересно. Есть для меня более серьезные вещи. Например, например, побрить голову с утра. Я очень отношусь к этому серьезно, к выравниванию каких-то вещей, потому что у меня настолько плохо растет все, что мне надо очень долго что-то... Такие еще... Щетина такая, как проволока. У меня эти серьезные моменты. Это убрать там за кошкой говно с утра, чтобы они не насрали мимо, потому что, когда... Если ты не уберешь лоток, то они брезгуют туда ходить, если там много какашек. Вот это для меня серьезные вещи. Вот. Что еще? Например, сходить в зал, покрутить педали, чтобы кровь разогнать. Это для меня серьезно. Ну и так далее. Всякие мелочи. Курагу там провернуть в мясорубке с орехами. Это серьезный очень процесс. Мы его очень любим. Мы относимся к этому очень серьезно. Слышите, если бы мы не серьезно относились к этой штуке, к хуйне получилась бы невкусная. Поэтому мы относимся все серьезно только лишь к тому, что является пользой для нас и может обернуться для нас пользой. Поэтому... Чего мне от этой упоротой обезьяны? В чем ее польза? От того, что слышал я об этом или нет? В чем? Такая же хрень, как и все остальные теории, блядь. Такая же выдумка. Бесполезная. И просто пиздня, как, например, песни какого-нибудь там, блядь. Не знаю. Стаса Михайлова, блядь. Такая же поебота, блядь. Может, но можно. Это может нравиться, может, нет. Ну, и даже не только Стас Михайлов. Не знаю. Тот же... Тот же индастриал, да, который я люблю. Такая же бесполезная хуйня, как и все. Несерьезно. Это просто некий атрибут жизни, который может быть, а может его и не быть. То есть, например, завтрак с утра, хороший вкусный завтрак, для меня гораздо более важен. И я отношусь к этому более серьезно, чем вот к выражению себя через творчество или, например, вот это прокручивание и зависание на идеях Терренса Макена, блядь. Если человек стремится быть... Какой нахуй человек? Ты что за человек? Ты о каком человеке говоришь? Откуда ты можешь знать, к чему там человек, который не ты, стремится? Ты понятия не имеешь, к чему кто стремится. Твои фантазии больные, блядь. Что-то я понимаю, что мне это не нужно. Да, и что? Вот ты, что ты тогда презентуешь здесь себя, блядь. Всем похуй, что тебе нужно и что тебе не нужно. И что ты хочешь, всем насрать. Поэтому не обязательно это писать было. А куда делись 300-летний кладбит? Что? Что? Это ж... Тебе 0-3, блядь, звони там, спрашивай. Ладно, друзья, если нет большего последнего вопроса, можно ответить на него. Но я думаю, что я и так бодренько закончил эфир всякими там оскорблениями, унижениями, как вам кажется. Для меня это просто высказывание неких... ну, как бы, некой адекватности по отношению к той прострации, в которой вы... из которой вы вот эти вопросы запилите. И, может быть, вот эта моя адекватность, которая для некоторых покажется грубоватостью, окажется полезной для того, чтобы чуть-чуть-чуть-чуть приоткрыть глазки и начать просыпаться, потому что это ощущение совершенно волшебное. Пробуждение, которое происходит в перманентном режиме. Если это заметить, то становится просто, просто невероятно... Я даже не знаю, как назвать этого состояния, ощущению нет названия. Вот в чем дело. Я не хочу его опошлять каким-то названием, поэтому это просто есть, вот это пробуждение. Ну, как вот вы утром проснулись от страшного сна в детстве, да, и вам хорошо от того, что вот этот мир есть. Просто от того, что вы есть. Это, блядь, непередаваемое и необъяснимое, когда тебе достаточно всего, что просто есть. и ты не смеешь позволить себе стремиться к чему-то более лучшему. Вот об этом мы говорим. И когда ты ловишь себя на вот этом стремлении, желании быть лучше чего-то, того, того, что уже есть, то это просто потрясающе, что вот так можно себя поймать на этом и осадить, остановить вдруг. Что ты управляешь собой, что ты все-таки имеешь этот навык пилотировать свой корабль не в режиме пике, а ровно над горизонтом. И тебе не нужно ни вверх взмывать, ни вниз падать. Это вообще это даже прекрасным назвать нельзя. Это вот ни слова, ни... Вот Юлька меня спрашивает иногда в шутку. Ну ты меня хоть любишь? Мы так дурака валяем, играем. Я говорю, ну конечно же нет. Я люблю орешки, блядь. Я люблю чего там я люблю. Я уже забыл, чего я люблю. Какое-нибудь яблочко, грушку люблю. Сыр люблю. Как это можно к тебе применить вот это слово? Это так фуфел. Вся эта любовь, все это прекрасное настроение, прекрасные ощущения. Я в кайфе, жить надо в кайф. Это все бредятина, которая может быть в жизни, а может и не быть. То есть ты не обязан в этом нуждаться. Это как некий атрибут, который просто сопутствует твоему вот там уши не имеет названия. И все. Оно как бы есть и есть. Не ты раб этих состояний, не ты раб вот этих понятий, определений. Любовь, счастье, радость, кайф. А они твои рабы, потому что без тебя они ничего не значат. они радуются, когда ты просто на них так слегка косишься или обращая свое внимание, но никак не залипаешь в этих штучках, дрючках. Вот. Да, они хотят сделать тебя своими рабами, конечно же, это их задача максимум. Но если ты не становишься их рабом, то и они как-то так параллельно существуют просто. Поэтому все. Вот так надеюсь вам было это полезно услышать в который раз практически не те же истины, но разными способами объяснения интерпретации подачи так и создается реальность. Оно все одно и то же и по-разному мы просто смотрим, воспринимаем по-разному одно и то же, как и мои ответы. Это ответы на одно и то же, но только разными состояниями, разными словами, разными образами, метафорами и ничего нигде еще. Все, пока. Пока. I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to live I'm too sexy for my shoes